Здравствуйте! Вы только послушайте. Спасатель в костюме пчеловода. Вокзал для двоих. Тесты и путешествия. Мингоры с полком за цветы. Электро-ДТП. Заинтересовались? Это Минский Курьер и я, Виктория Мехетко. Впереди рассказ о наиболее важных и заметных событиях в жизни столицы за 7 последних дней. Заглянем и в будущее. Смотрите. Больше чем для 10 тысяч минчан на этой неделе началась новая жизнь. Столько человек в четверг отмечало выпускной вечер. Вместе со вчерашними школьниками торжественный этап прошли их родители и учителя. Как-то не верится, что уже столько лет позади закончилась школа. Хотелось бы, конечно же, поблагодарить родителей, школу за то, что вынесли огромный вклад. Конечно, благодарна классам, которые поддерживают и помогают. Они очень много стараются ради нас, ради нашего будущего. Бабушка с золотой медалью, папа без экзаменов в университет и теперь внучка с серебряной медалью. Так что мы все отличники. Это блистательный выпуск. Мы в этом году были лучшими среди школ города Минска в олимпиадном движении. И это всегда гордость. Хотим пожелать успехов в будущей, предстоящей жизни уже. Всех благ, конечно. Многие вчерашние школьники продолжают обучение. Например, в вузах. Встречи с теми, кто прошел этот этап годами ранее, уделил время председатель Мингорсполкома. На этой неделе Владимир Кухарев встречался с элитой образования, студентами и преподавателями Минского медицинского университета. Туда всегда поступают только лучшие. И к жизни города у них здоровый интерес. На такого рода встречи приходят ребята, которые действительно заинтересованы в этом, задают свои вопросы, предлагают свои различные идеи. Я пришла для того, чтобы узнать, познакомиться с нашей администрацией, как представитель студенческого самоуправления. Узнать, какие мероприятия будут планироваться на следующий год в рамках города Минска. Официальные представители Минска сразу обозначили перед консилиумом свое главное желание – принять решение по прозвучавшим вопросам прямо в зале встречи. Совместными усилиями вместе реализовывали все те вопросы, которые возникают. Вот Сергей Петрович сегодня поставил ряд вопросов, которые надо решать. И кроме того, естественно, в жизни города медицина и медицинские учреждения занимают очень важный аспект. От других столичных организаций буквально требуют привести в порядок подконтрольные им территории. Такое поручение огласил Александр Дорохович. Живые цветы рядом с объектом – как символ процветания. Заместитель председателя Мингоросполкома отметил, что даже крупные торговые сети этому пока уделяют недостаточно внимания. В ближайшее время ситуацию поручено изменить. В корне. Те, для кого цветы не только прекрасны, а жизненно важны, отличились в столице на этой неделе. Причем подобного не было в Минске уже много лет. Во второй половине воскресенья большой рой пчел захватил самый крупный аттракцион столицы. Произошло это при аншлаге на колесе обозрения в парке Горького. В 17 часов администрация развлекательного комплекса была вынуждена прекратить катать людей, которым хочется посмотреть на Минск с высоты. В самый разгар, когда в парке было много людей, прилетел рой пчел. Мы тут же были вынуждены остановить колесо, дабы не пострадали наши посетители. Тут же связались с МЧС. Пчеловоды пояснили, что этот рой летает в поисках нового жилища. Большинство устроило привал в центре колеса обозрения. Разведчиков свои пчелы отправили изучать окрестности. Аниматоры понимали, что с этой высоты временами более 50 метров никуда от острых жал не спрячешься и не убежишь. Работники парка и МЧС совместно решили дать пчелам время покинуть место отдыха. За двое суток людского ожидания большая часть роя улетела. Оставшихся выселили из полостей конструкции спасателей. В костюме пчеловода сотрудник МЧС приблизился на коленчатом подъемнике к привалу насекомых. С помощью устройства, напоминающего пылесос, собрал неулетный состав. Их потом увезли подальше и отпустили. Полости в конструкции законопатили монтажной пеной. Колесо работает в обычном режиме, только пока под особым присмотром. После захвата пчелами там и для людей медом намазано. Следом за пчелами в Минске намерены разобраться и с людьми, путающими места с родни насекомым. Это о тех, кто лепит повсюду нелегальные рекламные наклейки. Нарушителей будут привлекать к ответственности. В городе обещают принять все необходимые меры для того, чтобы искоренить такую липкую рекламу. Благо, на каждом таком объявлении обычно есть и телефон, и адрес потенциальных ответчиков. Есть у нас в этом выпуске еще один повод заглянуть в парк Горького. На этот раз абсолютно красивый, хоть и связанный природой с пчелами. Место отдыха людей в четверг стало ареной соревнований профессиональных цветоводов. Работники зеленстроя всех районов столицы оставили яркий след в пейзаже парка. Цветы творческими усилиями даже отправляли в космический полет. Забавным совпадением недели стала клумба от представителя партизанского района. В парке Горького совершила посадку ее композиция «Пчелка». Этому этапу конкурса «Минский мастер» предшествовал теоретический экзамен. Участники померились знаниями в ботанике и технике безопасности. Публичной частью соревнования стала их практика. Больше всего мне понравилось. Ракета. У нее хорошее сочетание красок, ну и идея очень хорошая с лапетой вообще. Итоги конкурса подвело и взрослое жюри. По их мнению, в этом году вальс цветов лучше всего исполнила представительница московского района Инна Адольфовна Латушкина. Я работаю в Зеленстрое 28 лет. Моя клумба называется «Добро пожаловать в сказку». Здесь задействовано много ярких красок, сделана арка с лозы. В общем, тут вся живая тема. Полностью все живое, только искусственные бабочки. Это все делалось для людей, меньчан, чтобы они радовались душой и сердцем. Теперь вернемся к первоочередной теме здоровья. Коронавирус внес коррективы в работу многих медицинских учреждений столицы. Больницам разных направлений пришлось переквалифицироваться в инфекционные. В минувшие дни ситуация немного изменилась в прежнюю сторону. К своей работе вернулась первая городская клиническая больница. Там провели необходимую санобработку и уже принимают пациентов, не связанных с COVID-19. Мы работали так 210 с коек в этом режиме круглосуточно, поэтому объем пациентов, конечно, все равно был достаточный, которые прошли и получили помощь в нашем стационаре. У нас, можно сказать, что третья волна уже подходит к своему логическому завершению. Мы были именно клиникой поддержки основных учреждений травоохранения города Минска, которые, в принципе, постоянно работают в инфекционном режиме, то есть с COVID-19 пациентами. Железный аргумент для железной дороги. Теперь сдать ПЦР-тест можно на главном вокзале страны. Сейчас его здоровый результат – необходимая виза для выезда за рубеж, в том числе и поездом. Лаборатория работает на первом этаже левого крыла вокзала. Тестировать будут по предварительной записи. Платно. Для тех, кто хочет пересечь границу, понадобится потратить на это около 40 рублей. До октября намерены привить от коронавируса большую часть жителей столицы. Председатель Мингородсполкома Владимир Кухарев поручил приложить для этого все усилия – в медучреждениях и даже на предприятиях. На сегодняшний день в Минске привиты более 64 тысяч человек. Вакцинация – это шлагбаум такой определенный для третьей волны COVID. Необходимо вакцинироваться. Прививаем в день около 8 тысяч, записываются еще предприятия сейчас, 333 предприятия. Прививочные пункты там разворачиваются. В достаточном количестве имеется вакцина «Спутник», первый, второй компонент. И в поликлиниках, и в центре вакцинации городском. Очередей по записи на вакцинацию нет. Мы ведем диалог с частными медицинскими центрами, которые готовы тоже подставить плечо. Не обошлись, как обычно, минувшие 7 дней без происшествий. Делайте из этих ситуаций правильные выводы. Очень прошу. Утром в среду наш корреспондент стал свидетелем пожара на улице Наполеона Орды. На 14-м уровне 19-этажного дома горел балкон. Хозяев квартиры, супружескую пару глухонемых пенсионеров из квартиры вывели спасатели. Пришлось выводить в дыхательных масках и соседей, в том числе детей. Работники МЧС не дали пламени перекинуться с балкона в квартиру. Примечательно, что по одной из версий пожар мог произойти из-за вредной привычки кого-то из соседей сверху. Прилетевшие окурки уже много раз приводили к подобному несчастью. ЭлектродТП. Увы, это неизбежно появившийся термин. На дорогах становится все больше транспорта на аккумуляторах, а внимательность водителей, увы, на прежнем уровне. В четверг ГАИ начала разбирательство по факту очередного инцидента. Автобус поворачивал с проспекта Победителей на Машерово и сбил девушку на электросамокате. 24-летняя Менчанка пересекала проезжую часть по велодорожке. Девушку доставили в медучреждение для осмотра. Обратный случай произошел в понедельник на перекрестке улиц Долгобродская и Чеботарева. 39-летний водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий ему двигаться сигнал светофора. В результате трамвай травмировал автомобиль Ниссан. Впрочем, двигатели внутреннего сгорания пока абсолютно преобладают в сводках происшествий. Их лошадиных сил всегда достаточно, чтобы машина оказалась за пределами проезжей части. В минувшие 7 дней от этого ломались автомобили, металлическое ограждение дороги и даже дерево. В среду вечером 21-летняя девушка на Митсубиси врезалась в две припаркованные машины на обочине улицы Белесского. От них отскочила на встречную полосу. Там столкнулась с движущимся Сиатом. От него Митсубиси отрикошетила в дерево. Чудом обошлось без человеческих травм. Водителю БМВ в четверг досталось больше. По предварительной информации ГАИ, молодой парень не справился с управлением и покинул дорогу. Машина врезалась в ограждение, затем в осветительную мачту. Водитель получил телесное повреждение, с которым был доставлен учреждение здравоохранения. После таких происшествий самое время рассказать о самом безопасном участке столичных дорог. В центре Минска, возле Большого театра, 7 июня закрылось движение всех видов транспорта. Это касается участка на улице Куйбышева от Янки-Купалы до Пашкевич. Ограничено движение и по улице Янки-Купалы от Куйбышева до Богдановича. Там транспорту осталось по одной полосе в каждую сторону. Все для проведения ремонтных работ. Задача – расширить дорогу и повысить пропускную способность. Пока обещают управиться на этом участке до 25 июня. В Минске продолжают обновлять дорожную разметку. Ежедневно работы проводятся на десятки столичных улиц. Список таких временно закрытых мест всегда можно узнать на портале minsknews.by. К отдыху минчан и купальному сезону готовы пляжи столицы. Их проверили на безопасность и удобство. Набережные оборудованы беседками, раздевалками, а также информационными стендами. В этом году в Минске для отдыха действует 21 пляж. Сотрудники освода инспектируют акватории, напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде и рекомендуют выбирать для купания только специально отведенные для этого места. Городские власти глубже смотрят на вопросы подготовки к купальному сезону. Не ограничиваются пляжами. В столичных водоемах с наступлением тепла начинают активно расти водоросли и стремятся захватить акваторию. Вода зацветает, а растения на поверхности удерживают мусор. Приятного мало. Поэтому сотрудники Минского водоканала скашивают водоросли специальными комбайнами. У нас определены только три точки, где будут проводиться работы. Но на сегодняшний день они подначены на реке Слисович в районе парка Горького, а также на Сликанской системе, на Снянском водохранилище. Мы приступим к работам на Комсомольском озере. Там уже тоже трава. Отдельные ростки уже достигли поверхности воды. В водной фауне такая процедура не вредит. Водоплавающие комбайнеры целятся не под корень. Растения лишь укорачивают на метр. Собранный урожай отправляют на переработку. Теперь о присущей Минску культуре. К многочисленным историческим экспозициям нашего города сегодня прибавился музей на колесах. Российская мобильная выставка «Поезд Победы» передвигается по рельсам. Сейчас остановилась для показа на Минском железнодорожном вокзале. Посмотрите кадры прибытия поезда, снятые сёстрами «Люмьер» нашего информационного агентства. В 9 из 12 вагонов экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Все три дня показа выставки в Минске уже расписаны. Потом исторический эшелон будет колесить по Беларуси. Орша, Полоцк и все областные центры. Кстати, один из вагонов мобильного музея посвящен обороне Брестской крепости. Практически в каждом вагоне есть определенные такие эмоции, которые, конечно, я думаю, что оценят и наши меньшане. Та передача чувства тревоги, которое было в начале войны, это ощутилось с первых шагов буквально. Другие гости из соседней страны выступят в субботу в Верхнем городе. Украсят продолжающийся в Минске музыкально-туристический сезон. 12 июня – День России. Там откроется выставка российских и белорусских художников. Выступят коллективы национальных диаспор России, живущие в нашей стране. А вечером пройдет большой концерт. На сцену выйдут артисты театра песни и танца «Морошка» из Санкт-Петербурга и русского народного ансамбля имени Зыкиной. 12 июня для интересующихся культурным воспитанием детей будет повод спуститься с ними под землю. В торговом центре столицы ожидается представление «Путешествие к звездам». Начало в час дня. Гостям обещают сказку, дискотеку и даже звездопад. Не пропустите, ведь это все бесплатно. Вот так в минувшие 7 дней в Минске переплетались люди и события. И будет все пересекаться впредь. Даже у этого заключения есть визуальное совпадение с новинкой столицы Беларуси. В Минске появились необычные растения. Это ивы-гигантеи прутовидные. Заплетенная руками людей троица украсила улицу Желуновича. Такой вид придает растениям устойчивость и делает привлекательной фотозоной. Думаю, вас не меньше, чем ивы, интересует прогноз погоды. Синопсики считают, что на выходных зонтик пригодится, а температура воздуха будет вполне комфортной. И ночью, и днем. Все, пока. До встречи на нашем YouTube-канале. Все, пока.